Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук во время своего визита в город Видное встретился с исполняющим обязанности председателя Ленинского отделения боевого братства Владимиром Песоченко. Парламентарий передал две коробки с медикаментами. В аптечках все самое необходимое – антибиотики, противовирусные препараты, средства для дезинфекции, заживляющие мази и бинты. Сейчас помощь такую собирает вся страна. Это и продукты питания, и гигиена, и медикаменты, и многое-многое другое. Поэтому сегодня мы в рамках такой личной помощи заехали в исполнительный комитет местного отделения и привезли несколько коробок медикаментов. Это как раз именно то, что нужно нашим ребятам на переднем крае. Сейчас в Ленинском городском округе формируется седьмая отправка гуманитарной помощи для бойцов. Активное участие в сборе принимает местное отделение партии «Единая Россия». Ребята передают огромное спасибо, теплые слова благодарности всем, кто помогает, всем, кто помнит, и тем детишкам, которые рисуют и пишут теплые слова. Потому что это вдохновляет всему духу, и нам еще становится легче выполнять те же задачи. Также депутат принял участие в акции «Книги детям Донбасса». Русской литературы как раз там не хватает, и вот то, что мы привезли, наряду с другими, конечно, книгами, им очень поможет в их развитии и получить вообще представление о великом и прекрасном русском языке и о его литературе. Специальный стенд для сбора детской литературы расположен в офисе одной из управляющих компаний округа. Жители, сотрудники приносят. Мы с удовольствием вместе с муниципальным управлением передадим эти книги на Донбасс. В преддверии Дня защитника Отечества сформированный груз будет доставлен в места проведения специальной военной операции. Помимо лекарств, бойцам будут переданы коробки с теплой одеждой, продуктами питания и сладкие подарки. А также письма поддержки от учеников школ Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Совместно с муниципальным управлением компанией.